Глупов Согласность древнему Риму на семи горах построена. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас благочестие. Рим заражало буйство, а у нас кротость. В Риме бушевала подлая чернь, а у нас начальники. По случаю прибытия нового градоначальника Глупов ликовал. Среди лучших людей города явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько разумом, сколько движением благородного сердца. Они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля и что под наблюдением квартальных надзирателей возникнут науки и искусство. Ура! 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 Батюшка ты наш! Красавчик ты наш! Ура! 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 КОНЕЦ 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 «Разорю!» «Разорю, не потерплю!» Слышала со всех сторон «А что разорю? Чего не потерплю?» «Того разобрать невозможно!» Глупов, беспечный, добродушный, веселый Глупов, приуныл Глуповцы теперь чувствовали только страх А зловещий и безотчетный страх Глуповцы просто обезумели от ужаса Глуповцы КОНЕЦ Ежедневно градоначальникам издавались приказы, указы, прокламации, причем крупными буквами печатались слова совершенно несущественные, а все существенное изображалось самым мелким шрифтом. КОНЕЦ 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 Возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? И были ли в истории примеры, чтобы начальники распоряжались, вели войн и заключали трактаты, имея на плечах порожний сосуд? КОНЕЦ 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 О случившемся решено было хранить глубочайшую тайну, дабы не волновать народ и не поселить в нем несбыточных мечтаний, но неслыханная весть об упразднении городоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Многие из забывателей плакали, потому что почувствовали себя сиротами. Некоторые же пришли к заключению, что измена свила себе гнездо в самом глупове. Едва узнали глуповцы, что они остались совсем без градоначальника, как движимые силою начальство любия, немедленно впали в анархию. По городу безнаказанно бродили юродивые и блаженные и предсказывали народу всякие бедствия. Противообщественные элементы всплывали наверх с ужасающей быстротой. Бодюшка ты наш! Красавчик ты наш! Сограждане! Там ищи храма ласкала! Выходи! Но как ни потрясло глуповцев известия случившееся. Они не увлеклись модными в то время революционными идеями, а остались верными начальству любью. Куда вы дели нашу батюшку? Куда вы вы дели? Зачинщики! Нет! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Ох! Градоначальники в разное время в город Глупов от российского правительства поставленные. Миколадзе, князь Савелий Георгиевич, потомок сладострастной княгини Тамары, увеличил глуповское население вдвое, умер от истощения сил. Перехват Залихватской, въехал в город на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки. Рудастый Дементий Варламович, розванный органчиком, был в город Глупов назначен в попыхах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok